А вот Андрей Лащ, он сегодня целый день провел в районе Донецкого аэропорта. Наша съемочная группа первая и единственная, которой удалось снять на материал за долгие месяцы войны. Чем живут дончане? Прямо сейчас, в эксклюзивном материале. Я иду по улице Взлетной, до аэропорта около километра, он буквально за вот этим поворотом. И даже здесь видны последствия ожесточенных боев. Это своего рода зона отчуждения. Знак «Проезд запрещен» около нового терминала установили еще в мирное время. А сейчас здесь и ходить-то небезопасно. Хотя саперы и отработали, но не разрывавшиеся мины и снаряды на территории еще могут быть. Болванками от снарядов усыпано все вокруг. Ожесточенные бои здесь шли 8 месяцев. От терминалов и от старого, и от нового остались только бетонные каркасы. Неподалеку от уничтоженного в боях аэропорта находится фактически целиком разрушенный поселок Октябрьский. Несмотря на это, здесь живут люди, в таких условиях выживают, как могут. Аэропорт стал кормильцем для бывших работников. Металл здесь превращается в хлеб. А соседская библиотека в тепло. Идет на растопку. Читать некогда. Днем в поисках еды, ночью в попытках согреться. Расскажите, что вы делаете сейчас? Металл возим. Куда? Харчи. Зарабатываем? Да. А что? А чем пенсию не дают? Чем жить? Мы проработали в этом порту по 45 лет. Что удается купить, когда вы сдадите металл? Так вот, десятку дать, пойдем, две буханки хлеба купим. А колзасу мы же забыли, когда ели. И курятину забыли, когда ели. Встретившись случайно, жители обсуждают насущные проблемы. Сосед дал картошку, у меня чуть пшеница осталась. Жрать какого хрена? А, ну это ж одеяло. А гументарную помощь ты получаешь? А что я получаю? Это не получаю. А я получаю. Я же забыла, когда я ее получала. Если я по гументарной буду жить, так я уже давно на кладбище. Мама, дают это, слава богу. Хоть бы не поменять. Мы этим и рады. Пусть они подавятся, а мне нормальную жизнь. Пусть патришенка сделает. Мы восемь каждый раз, а вы же не восите. Сегодня бабушки заработали 10 гривен, купили буханку хлеба себе и своему питомцу. Кулечка, людей много для тебя, да? Страшно, страшно малюсенька. Раненую птицу нашли в первый день войны. Манюсенькая, без перья, без ничего, кушать не умела. Выходили, так и живет с ними. Голубь – символ мира. Этого сейчас хотят все жители поселка. Я за мир, чтобы только был мир. Мне все равно. Я и за Западную Украину, я за все. Я за Харьков, я за весь. Только лишь бы не воевали. Все. Мне все равно, как будут границы у нас проходить. И, конечно, не хотелось бы, чтобы нас сделали Луганской, Донецкой, как облава. Я вообще не знаю. Я не представляю, что с нами будет, если вот так вот сделают нас Донецкой, Луганской кусочком. Украина, Украина. Мне все равно. Мне лишь бы дали где жить, работать, чтобы дети мои спокойно были, не под бомбежкой. И чтобы мы спокойно жили. Люди разбирают завалы, оставшиеся от их домов, и спорят, какие условия устроят обе стороны. Для этого нужно, чтобы немножко изменилось мнение людей, которые живут и на Западе, и на Востоке. А для этого это очень такой кропотливый процесс. Чтобы политика государства, политика СМИ была направлена на то, чтобы не искать противоречия у нас, а пытаться помирить. Люди остались людьми. То есть делить людей на западных, на восточных, можно делить людей только на хороших и плохих. В районе аэропорта снова раздались звуки выстрелов. Перемирие хрупкое, но очень нужное, говорят здесь. Ведь жители этого пригорода Донецка не понаслышке знают, что такое война. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова